Моделирование эффективности рекламной кампании. Какой у вас проект номер? Так, это шестой вроде. Хорошо, давайте слушаем. Цель структуры работы. Цель проекта – разработка математической модели для оценки эффективности рекламных кампаний, которая будет учитывать влияние различных факторов на динамику распространения информации среди потенциальных клиентов. Мы фокусировались на двух подходах к распространению рекламы – через платную рекламу и сарафанную радио. Правильный был разделен на три этапа. Первый – это теоретическое моделирование распространения рекламы. Второе – изучение алгоритмов для решения задачи. И третье – сравнение моделей с различными параметрами и анализ их эффективности. Моделирование распространения рекламы. Первый – мы начали с изучения математических моделей, которые описывают распространение рекламы среди потенциальных клиентов. Модель Мальтуса – это простая модель экспоненциального роста, где количество информированных клиентов увеличивается с постоянной скоростью. Подходит для краткосрочных рекламных кампаний. Логистическая модель – это более сложная модель, которая учитывает насыщение рынка. С увеличением числа информированных клиентов рост замедляется, что делает модель, подходящая для долгосрочных компаний. В результате мы установили, что логистическая модель более точно отражает реальные процессы, поскольку в долгосрочной перспективе рост ограничивается. Алгоритмическая реализация – второй этап. На втором этапе мы изучили отчисленные методы для моделирования и оптимизации рекламной кампании. Метод Эйлера и метод Ангикуты использовались для отчисленного решения дифференциальных уравнений, которые описывают распространение рекламы. Алгоритм градиентного спуска использовался для минимизации затрат на рекламу, что помогло оптимизировать дебюджерные кампании. Метод Ньютона применялся для повышения точности расчетов, особенно в случаях, когда требовалась высокая точность в оптимизации параметров. В итоге мы разработали программную модель, которая могла учитывать различные сценарии распространения рекламы и оценивать их эффективность с использованием алгоритмов и оптимизации. Сравнение моделей. Третий этап. Мы рассмотрели два сценария с разными коэффициентами для моделирования и распространения рекламы. Сценарий – платная реклама, когда эффициент платной рекламы больше, чем для сарафанного радио. В начале компании наблюдается быстрый рост числа информированных клиентов, что подходит к краткосрочных целей. Однако этот подход требует больших затрат и его эффект ограничен по времени. Сценарий 2. Сарафанное радио, когда эффект сарафанного радио сильнее, чем от плат рекламы. Рекламная компания развивается постепенно, но эффективно в долгосрочной перспективе. Этот подход требует меньших затрат, но дает результат через большее время. Выбуды. Оказалось, что для краткосрочных целей более эффективен платный маркетинг, а для долгосрочных целей – сарафанное радио. Гипис в программах позволяет регулировать реальные условия рекламных кампаний и более точно оценивать их эффективность. Сама оценка деятельности. Работа была организована по принципу смены этапов. Одна пара участников работала над подготовкой материала по этапу, а другая готовила презентацию выступления. На следующем этапе мы менялись местами. Каждый участник вносил вклад в теоретическую, программную и аналитическую части проекта. Мы тесно сотрудничали, делясь своими находками и результатами, что помогло ускорить процесс и улучшить качество работы. На каждом этапе работы были проведены коллективные обсуждения результатов, что позволило выработать единую точку зрения. Результаты. Мы успешно согласовали цели проекта, четко делили задачи и эффективно распределили время. Процесс изучения алгоритмов прошел укладкой, и мы получили точный анализ. Мы научились работать в команде, организовывая эффективное взаимодействие между участниками. Для более точных расчетов стоило бы собрать данные с реально рекламных кампаний, чтобы выучить исследование модели. Проект показал, что с помощью модемических моделей и численных методов можно значительно оптимизировать рекламные кампании и подобрать наилучшие стратегии для различных целей. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Хорошо, да. Так, следующий коллектив готов? Давайте мы расскажем. Да, давайте. Давай, Миша. Сев, ты готов? Да, меня не слышно. Да, но ты пока камеру выключи, на своем этапе тогда включишь, потому что не будет видно, если у всех будет включено. Я, к сожалению, без камеры буду, но в любом случае давайте начнем. Всем добрый день. Сегодня мы, наш коллектив, Супунина, Анастасия, Лобов, Михаил и Нердоша Всеволод, хотим презентовать вам наш проект под номером 5. Приступим. Я буду рассказывать про первый этап. Это моделирование задачи об эпидемии. Какую проблему мы имеем? У нас есть ограниченная популяция, например, Голард или Остров с определенным числом жителей, и есть инфекция, которая заразила некоторое количество. Число выздоровевших с иммунитетом в момент времени 0 равно 0. Таким образом, число восприимчивых болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени будет N минус инфицированный минус восстановившийся. А заболевших в нулевой момент времени 1500. Заметим также, что есть зоны изоляции в 1300 мест, но, как мы видим, инфицированных уже больше. Но мы будем в любом случае в задаче рассматривать два сценария. Итак, мы имеем дело с задачей в эпидемии, и описывать мы ее будем с помощью математической модели STIR. Она является одной из наиболее фундаментальных эпидемиологических моделей. Ее шифровка susceptible, то есть восприимчивые инфекции, инфицированные, и recovered, выздоровевшие. Она довольно простая и была предложена шотландским ученым Уильямом О'Гилби Керманком и Андерсоном Греем Маккендриком примерно 100 лет назад. Вот вы видите, как происходит динамика. С acceptable переходит в infected, переходит в recovered с некоторыми коэффициентами. Это довольно популярная модель. Она позволит создавать симуляции распространения болезни и даже визуализировать итоги. Сама математическая модель у нас строится следующим образом. Она предполагает использование дифференциальных уравнений, а скорость изменения числа восприимчивых к болезни, то есть acceptable, строится вот так. У нас есть альфа, это коэффициент заболеваемости. Соответственно, он тут с минусом, потому что susceptible уходит в минус, потому что они переходят в infected. Если i превышает i-критическое, то есть инфицированный превышает критическое значение, которое мы можем изолировать. И ноль в противном случае, если инфекцию таки удастся изолировать, то есть i-критическое превысит количество инфицированных. А скорость изменения числа инфицированных, в свою очередь, одновременно являющихся распространителями, становится немного сложнее. Это коэффициент заболеваемости, то есть переход из susceptible в infected, минус коэффициент выздоровления. То есть бета – это коэффициент выздоровления, переход инфицированных в recovered. В recovered чуть попозже перейдем. Это в случае, если i превышает i-критическое, и просто минус бета – а, если i меньше i-критическое, то есть если удалось все изолировать, у нас только выздоравливают люди, новые не заболевают и переходят в recovered. Ну и собственно сами recovered, то есть выздоровевшие с иммунитетом, это просто те, кто выздоровели, то есть коэффициент выздоровления на лично-инфицированных. И эта система динамически будет изменяться в рамках нашей модели. Но также упомяну, что теоретически мы используем для решения дифференциальных уравнений, линейно-дифференциальных уравнений модель Омгекута, которая в том числе учитывает, что мы работаем на конечном пространстве. Но об этом подробнее в алгоритмической и программной секции. Передаю слово своему коллеге Севе. Да, давайте посмотрим именно параметры, которые мы используем в нашем кодовом реализации. Так как Миша уже проговорил по поводу некоторых из них. Если мы посмотрим, N – это у нас количество, ну, общее количество особей, E – это у нас количество инфекционных, это начальное количество, мы взяли 1500. R – это у нас количество выздоровевших. S – это у нас количество здоровых, у которых нет иммунитета. Вот, и дальше у нас идут коэффициенты альфа и бета, в этом случае у нас А и Б. Это у нас коэффициенты заболевания и коэффициенты выздоровления. Дальше критическое И. Мы взяли 1300, мы поговорим об этом дальше, что она обозначает. U0 – это у нас переменная, где мы передаем наши все, наши S и R. И TESPEN – это промежуток времени, на который мы видим, мы считаем именно наши случаи. То есть промежуток времени мы рассматриваем. В следующем слайде мы как раз посмотрим первый слой, посмотрим язык программирования, то есть какой мы выбрали. Нам оптимально оказалось это язык программирования Julia, так как этот язык тесно связан с математическим уравнением, там много есть разных библиотек, и из этих библиотек мы как раз используем differential equation – это дифференциальное уравнение. И в этом прекрасном библиотеке у нас есть функция ODE Problem, расшифрование которого Ordinary Differential Equation Problem. И в чем преимущество этой функции? Это в том, что нам не надо будет писать циклы все время для каждой случая, так как в ODE Problem мы сразу передаем наш тест SPEN, это промежуток времени, и он будет работать именно от 0 до 2500 дней. То есть в этом, конечно, очень улучшает и даже упрощает наш код. Давайте посмотрим следующий слайд с первым случаем. В первом случае мы рассматриваем, когда и у нас больше, и критическое. Что это обозначает? Это обозначает, что у нас число инфекцированных особей, они как бы изолированы от особей, которые здоровые, у которых нет иммунитета. И у нас получается так, что число инфекцированных, они как бы уменьшаются в этом промежутком времени. То есть прибавления инфекционных у нас нет. Ну и в втором случае, в следующем слайде, мы как раз поговорим о... Можно переключить на второй слайд уже. О случае, когда и у нас критическое, и у нас больше, и это уже будет немножко интереснее, потому что в этом случае у нас инфекционные, они как бы не изолированы, а значит, что инфекция распространяется, и здоровые люди тоже будут инфектироваться. И поэтому у нас в инфекции, инфекционных изначально особей будет прибавление новых случаев, ну и плюс мы будем вычитать случаи, которые... Случаи, где особи выздоровелись. То есть у нас и прибавление, и вычитание идет. Ну и в следующем слайде, в третьем, это у нас третий будет случай, где мы комбинировали все оба случая. Ну и мы сразу в этом случае рассматриваем сначала критическое И. То есть если И у нас больше, то мы берем... Больше критическое И, то мы берем второй случай, а если нет, то мы берем первый случай. Дальше мы рассмотрим про графики. Я передаю слово Анастасии. Итак, немного остановимся на этой задаче. Как и было ранее сказано моими коллегами, много работы было проведено, и сначала это было исследование задачи, и мы отталкивались от ее постановки. В результате чего разделили ее и исследовали в более простых случаях, после чего получили комбинированные условия. Но самым интересным является еще и то, что мы использовали библиотеку Matplot, Libbyplot для того, чтобы строить разные графики. Вот такая библиотека есть как в Python, так и в Julia. И уже на графиках, после того, как мы их увидели, у нас появилось множество вопросов. Мы анализировали несколько случаев, и библиотека differential equation оказалась самой оптимальной, так как мы имеем дело с алгеброй, дифференциальными уравнениями, и на некоторых графиках мы теряли общее значение изначально нашей популяции. Но эта библиотека помогла нам этого избежать, благодаря решению через метод Runbe-Kutte пятого порядка. И, как мы говорили про два случая, сейчас мы на следующем слайде рассмотрим отдельно, как они выглядят, как выглядят графики. На левом графике вы можете наблюдать случай, когда у нас количество инфицированных особей меньше, чем количество, возможно, для изоляции. В таком случае у нас на графике явно видно, что изменение идет только среди двух параметров. И справа вы наблюдаете случай, когда у нас все время количество наших зараженных особей меньше нашего критического значения. Мы можем эти оба графика получить из нашей программы, которая до этого была общая представлена, просто изменяя значение критического i. То есть если мы поставим и критическое всегда у нас какое-то там невероятно большое, то тогда он, ну, равное, допустим, n, то тогда мы будем получать в результате график, который представлен слева. Если мы поставим и критическое равное нулю какое-то очень маленькое, то тогда будем получать всегда график, который у нас находится справа. И тут мы задумались, как же нам получить вот этот переход и понять, что у нас может быть такой случай. А он действительно в теории может быть, что в процессе заболевания сначала у нас было зараженных особей намного больше, но потом получилось так, что все-таки их число стало меньше, чем и критическое. Тогда мы обратились к тем параметрам, которые мы до этого не меняли, а именно к параметрам альфа и бета. Ведь невероятно важно во всей эпидемии это то, как у нас влияют на все коэффициенты заболевания и заражения. И действительно, когда мы провели некоторые исследования и представили разные параметры, мы в этом убедились. Здесь представлено поближе, нельзя сделать. Нет, к сожалению, не видно. Тут мы можем рассматривать три разных случая и влияние как раз-таки коэффициентов альфа и бета, которые мы исследовали в данной задаче. Мы можем видеть, что если у нас при заданном нашем и критическом, а я напомню, что оно было равно 1300, у нас получается, когда коэффициент заражения намного больше, а коэффициент выздоровления меньше, что наша программа обычно движется всегда лишь по второму случаю, который более сложный, где у нас это значение никогда не падает. Но если мы начнем менять наши параметры, и во втором случае вы можете увидеть, мы взяли уже параметры заражения меньший, при этом выздоровления больше. Будем считать, как это применимо в реальной жизни, что произошло какое-то время, уже начали вырабатывать разные вакцины, и вот сейчас эффективность выздоровления с новой вакциной у нас стала немногим больше, чем она была до этого. И тут мы уже видим явно в значении 500, что в какой-то момент наша программа переходит от случая, где мы не можем никого изолировать, к случаю, где наконец-то количество наших зараженных становится меньше нашего критического значения. И тогда у нас вот в прямой линии идет наше количество здоровых людей, но не имеющих иммунитета, и меняются только значения наших зараженных и людей уже выздоравливающих с иммунитетом. На третьем случае, если наш коэффициент выздоровления еще выше становится, мы видим, что этот переход от одного случая к другому у нас происходит еще раньше. Отсюда мы пришли к выводам, что у нас очень сильно зависит выбор нашего сценария, конечно же, от значений критического, но насколько быстро этот переход у нас перейдет, насколько быстро у нас будет меняться, и как оно быстро приблизится и станет меньше критического, зависит от того, какой у нас будет коэффициент выздоровления и коэффициент заражения. Соответственно, на последних графиках мы видим, что эту инфекцию мы можем издержать. И данная реализация как раз-таки помогает нам рассматривать эту задачу с разными данными и оценивать это влияние коэффициентов. То есть в каждом случае проверить, посмотреть, как у нас будет наша динамика меняться. Можно, пожалуйста, на следующий слайд. Под выводами нам хотелось бы сказать, что в процессе работы нами была исследована очень интересная модель SIR и невероятно интересная задача об эпидемии, причем именно с дополнительным условием, так критическая. И для нас мы пришли к выводу, что самое лучшее решение данной задачи это использование библиотеки Differential Question. Она помогла нам гибко учитывать изменения наших параметров, и, как я уже упоминала ранее, решать именно алгебро-дифференциальное уравнение. Поэтому, построив такую модель, мы смогли изучить именно влияние коэффициентов заболеваний и заражения на развитие нашей эпидемии. И смогли представить вам графики, которые позволяют наглядно увидеть, как в зависимости от этих коэффициентов и данных наша эпидемия меняется. Огромное спасибо вам за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, наша группа и команда готова ответить на них. Очень хорошо. Очень мне понравилось ваше выступление. Наверное, самая лучшая группа на курсе. Спасибо большое. Нам тоже очень нравится эта задача. Большое спасибо. Мне очень понравилось разбираться. Так, ну все. Есть еще желающие выступить? Нет желающих. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Извините, преподаваю. Да, да, да. До свидания.